Более полутора миллионов детей в Украине в прошлом году смогли получить путевки за счет государства. Однако это лишь 40% числа маленьких украинцев. Если еще более-менее обеспеченные родители могут позволить купить ребенку путевку за свой счет, то детям из малоимущих семей часто приходится сидеть дома. О выздоровлении украинцев заботятся волонтеры и благотворительные фонды. В одном из таких детских лагерей, который устраивает фонд возрождения, побывала наша съемочная группа. Музыка, вокал, танцы, десятки мастер-классов и занятия спортом на свежем воздухе. Для более чем 400 детей, отдыхающих в этом лагере на берегу Киевского моря, программа расписана поминутно. Давай, как всегда, работаем. Утречка настала. Каждый день здесь начинают с музыкальной зарядки, затем сразу же обучение танцам. Яна ведет у детей хореографию, ездит сюда на каждую смену. Программа очень насыщена. Отбываются разные мастер-классы, общение с ними. У нас классно подібраны трудовые кадры, люди, которые работают с ними, наставники, вчители. И это не просто профессионалы. Это люди своей справы, это люди, которые вкладывают в каждого, отпочивающего частинку себе. После зарядки уборка в комнатах и подготовка к занятиям. Вероника ездит сюда уже не первый год. У нас есть четыре мастер-класса. Там хендмей, танцы, вокал и макияж. Мне очень нравятся танцы. И я хожу туда, там есть движение из хип-хопа. Говорит, если бы не лагерь возрождения, на этих каникулах сидела бы дома. Купить дорогостоящую путевку у ее родных нет возможности. У меня тоже воспитывают мама и бабушка, у меня папы нет. И получается, ну, тоже у родителей нет возможности оплатить в лагере. И поэтому я очень благодарна Владимиру Мунтиану за то, что он оплачивает такие мероприятия, что он приглашает сюда молодежь, детей. И, ну, в общем, спасибо ему большое. Каждый день в лагере проходят десятки мастер-классов. От хендмейда до обучения вокалу и игре на музыкальных инструментах. И Илья учится играть на барабанах. У нас всегда тут весело. Тут всегда хорошая атмосфера. Тут приезжаешь в первый раз, тебя принимают всегда как своего. У нас недавно прошел вечер талантов. Было очень круто. Разные были песни, танцевали. Были необычные конкурсы тоже. Вот скоро будет вечер смеха. Лагерь работает и зимой, и летом. В прошлом году здесь отдохнули 1600 детей. Каждый сезон мы проводим вот такие детские, подростковые, молодежные лагеря. Очень много желающих попасть на этот лагерь. Во-первых, потому что здесь особая атмосфера в этом лагере. Во-вторых, то, что здесь четырехразовое питание. То, что здесь есть вот для ребят подготовлена программа, которая захватывает все, ну скажем так, все потребности, которые вот есть у ребят. То есть здесь они развиваются и физически, здесь они и духовно наставляются. Лагерь своими силами организовал фонд возрождения Владимира Мунтяна. Выкупили пятиэтажное здание, сделали ремонт, организовали студии, спальные комнаты и полностью обустроили кухню. Практически уже третий год мы делаем это постоянно, на постоянной основе. Делаем это для молодежи, для подростков совершенно бесплатно. То есть мы сами влаживаем в это деньги, чтобы их кормить, чтобы там о них заботиться. И детки приезжают отовсюду, приезжают из-за границы, приезжают с бывших стран СНГ. Ну, везде, где мы движемся, где мы работаем, дети, подростки, молодежь, они приезжают. И, конечно же, это время для них просто потрясающее. Неделя бывает, бывает 10 дней. Оздоровиться здесь может каждый, не только дети из Украины, говорит Виктория. В прошлом году здесь также побывали дети из Канады, Казахстана и Европы. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Спасибо. Спасибо.